итак всем привет и сегодня мы с вами поиграем в суд айкон 2 что же мы сегодня будем делать в этой игре и что она вообще такое что она вообще такое я не буду объяснять тут у меня с модом новый новое интро в игре вот так пропусти это тут играет классная музяка в меню да мы пойдем сегодня в свободном режиме на какую-нибудь любую новую карту в моде добавились новые карты но я скачал мод который расширяет дополняет оригинальную сутайкун 2 вот тут есть карта у которых нету изображения это значит что эта локация из мода просто я не знаю как установить картинки для локаций я не разбираюсь в файлах сутайкун 2 ни разу не устанавливал чего-то сложнее чем просто закинуть в корневую папку давайте найдем что-нибудь новое большое нам нужен большой парк сегодня потому что я буду бегать вспоминать что вообще в этой игре можно делать о помесь большое поехали уже устал искать целую минуту ищем две минуты уже мы собираемся тут это надо так нельзя до играет музыка классная еще жесткая такая драйвовая зоопарковая в общем на монтаже я эту музыку убавлю потому что возможно на ее есть авторские права или что-то еще я не знаю и мне тут в окно долбится птица если что это долблюсь не я где-то не кто-то здесь а именно птица в окно надо вспомнить как управлять и что тут вообще есть в этой игре есть много всего это уж точно а с модами еще больше в общем чё у меня я уже вижу новых существ окей давайте я сделаю так мы короче просто будем строить вольеры для всего что есть по-быстрому какой-то гигантский муравьед по здесь есть какие-то новые заборы это уже из модов понятно обновленный карнотавр вот ладно поехали короче муравьед тут что-то было написано про обновление людей то есть что-то будет не работать если там что-то не поставить я не знаю сильно не разбираюсь в этом я просто зашел посмотреть что же у нас будет это новые модовые деревья я вспоминаю как строить в этой игре блин что я творю так наверное такие штуки тут всякие развлекаловки для животных и прочее в общем надо следить за своими животными в зоопарке сегодня мы буквально там минут двадцать поиграем в это и пойдем по домам тут есть самки и самцы окей это я вспомнил какая-то мышка странная резкая слишком она будто бы знаете разгоняется будто бананы посередине медленно и в конце удачи улетает вот так вот видите воу воу их можно мыть это муравьеды в них ничего интересного как-то долго грузится объекты странно это во у меня есть еще модовые всякие штуки это еще что такое а это что-то декоративное тоже из модов dlc статуи всякие у меня куча всего я нифига не понимаю что из этого есть что я давно не играл в за тайкун сейчас будем вспоминать очень долго ох я тут обновленные существа вымершие раньше они выглядели слишком мультяшные странно но теперь они выглядят более современно при этом в духе за тайкун 2 еще всякие аддоны тут у меня есть жесть почему-то у меня графика стоит какая-то странная очень низкая видать когда я для себя играл я поставил очень низкую графику чтобы для себя не лагало так для людей тут тоже есть какие-то штуки я помню что не корми животных написано вот вот под ними короче люди типа стоят им нормально они не думают что им жарко также ты ставишь всякие фонари чтобы людям было комфортно и так далее вот эти штуки это вроде для пожертвований чтобы люди тоже приходили и сыпали тебе деньги скамейки пока что уютно построил я какую-то дичь и странную вообще я если честно очень плохой строитель что в майнкрафте что в за тайкун 2 я не умею строить компостное здание сюда какая-то вышка у нас тут будет все о новой дороге я такие дороги не помню это либо я их открыл в каких-то dlc либо я не знаю что откуда они либо они из моды там люди уже орут веселятся им все весело им все нравится вроде бы также я забыл немного про свой персонал у меня должны быть вот такие вот чуваки они ходят короче следят за по тут мод добавил короче разновидности людей есть толстые люди есть тонкие люди это неплохо также нам нужны чуваки которые развлекают людей чтобы людям было веселее пришли при кем в зоопарк а не развлекаться они на животных смотреть меня всегда это удивляло в этой игре потому что почему я должен кто один вендор я не знаю кто это такого раньше не было в игре я всегда не понимал того что типа это симулятор зоопарка какие еще нафиг люди почему я должен за людьми ухаживать я должен ухаживать за животными ресторан бахнем скамейки тут есть скамейки разного типа разного декора стал и чё так у нас тут не будет короче предупреждение не корми животных кто покормит мы будем здесь давать штрафы короче 10 тысяч долларов я думаю их остановит чтобы они не кормили животных всякими гадостями из ресторана мало ли мои животные потравятся я бы этого не хотел потому что они дорогие вот например сумчатый ой пещерный лев обновленный стоит 35 косарей как такие деньги можно заработать в соревновательном режиме я не знаю на мой взгляд рунгу тангу нужное обновление потому что он выглядит немного всрато бараны волк что тут у нас есть давайте построим для теракса варьер он здесь тоже обновленный конечно текстуры ему еще обновлять и обновлять но ладно строим короче из-за граждения для динозавров будет у нас здесь парк юрского периода правда плохая идея такой парк строить он вроде бы там закрылся фильме надеюсь у нас так не будет мышка слишком резкая прям вообще ужас убираем эти деревья они теракцию не нравится ему нравятся его родные всякие из его лесов тут у меня еще были установлены всякие модовые растения тут очень много разных модов установлено у меня старых еще которые были давно у меня поэтому я ставлю все деревья и смотрю что из них что вот это новые добавленные вот в этом новом моде очень интересное дерево она может стоять в воде она не может стоять в воде это плохо деревья которые не стоят в воде это не очень прикольно пещера для тирекса хорош это наверное первая игра в которой новые камни кстати первая игра в которой тирекса живет в пещере наверное но по крайней мере из которых я знаю камни еще еще игрушки у тирекса игрушка это гигантский макет зауропода вот это офигеть это они креативно в свое время подошли к созданию игры новые цветки сюда добавили так а почему такой желтый кустарник растет в такой коричневой среде тут вроде растения по цветам к локации были под добавлены но вот это растение она из мода в мясо накидаем ну и сами тирексы поехали раз две самки и два самца я думаю им хватит места они первое время когда ты их ставишь они немного втупляют перед тем как что-то делать их можно помыть их можно оседлать я седлал тирекса правда я нифига не понимаю что происходит во что они тут делают судя по звукам они пробуют забор на вкус это плохая идея для них еще тут можно менять ландшафт делать его высоким здесь есть кнопка отмены это хорошо это как в крите рисуешь хопа если что-то не понравилось раз убрал это удобно на самом деле одна из самых классных штук в игре новый забор о еще один новый новая дорога деревянная дорога вот это мы тут кайфанем отдохнем в этой игре давно пора снять что-нибудь другое думают люди да и я на самом деле тоже так думаю что нам давно пора что-нибудь другое на канале снять кроме хищников но на мой компьютер ничего не идет другого кроме хищников к сожалению поэтому приходится делать так тут еще есть бинокли чтобы люди видели дальше существ это тоже важно для них стилизованные фонари видит цветов это знаете в какую-нибудь влажную атмосферу надо построить такие фонари у нас мы попробуем это все сделать в прохождении еще статуи пока что я просто вспоминаю у меня здесь есть как я уже много раз и повторял вас целая звезда появилась у зоопарка здесь будет срез вот сюда прям хорош ну пока выглядит нормально более-менее чем я думаю когда будет прохождение мы будем делать что-то более красивое элегантное еще есть всякие телевизоры я помню да вот телевизор они были прям спасением для того чтобы люди короче не скучали ты ставишь кучу телек of они пусть и дорогие но ты их кучу ставишь и короче у тебя люди всегда веселые это прям лайфхак для вас если вы будете играть в это также есть поездка на пони но вроде как насколько я помню она никогда не приносила доход но мы поставим она очень редко пользовалась спросом в любых моих зоопарках кормушку кто поставил кормушку я ее не ставил поставлю их везде вот так у нас теперь есть эти как они броненосцы кто они муравьеды броненосцы да конечно броненосцы у нас тут почему текстуры такие всраты это реально у меня стоят плохие настройки ну-ка как мы назовем этот зоопарк стоп нет пробник да ё-моё какой вот так я плохо в написании на клавиатуре чего-либо какое дерево здесь классное вот это она странная опции давайте поставим почему у меня детали текстуры стоят маленькие а я думаю что все так плохо выглядит вот текстуры ландшафта мы поставим средние детали отражения мы может быть даже отключим детали теней высокие детали освещения высокие детализация среды средние вот так типа чтобы существа выглядели красиво локации вокруг выглядели ну так средне но насколько я прочитал в настройках к этому моду нельзя короче применять низкие настройки только средние только хардкор харада кора я не выговариваю буквы мне надо короче заниматься скороговорками чтобы я мог нормально говорить 5 качёвая музыка так все продолжаем ну-ка теперь как выглядит здесь можно присесть вот но стало по моему лучше фиг знает вот это дерево стало выглядеть лучше раньше она была как просто какая-то фигня теперь она вот видите разными не знаю как это назвать ветками которые просто вверх торчат давайте построим последний вольер для кого-нибудь и свалим на этом у меня есть еще и из какого-нибудь мода давайте существо big food у нас big food ему наверное тоже надо какие-нибудь судя вот по ледниковому периоду и карнивара сайсей мы помним мы помним что big food очень опасен поэтому мы построим короче большой вольер для его больше чем у тирексов у нас тут будут скалы я знаю что здесь можно делать водопады давайте я построю водопад так у воды максимальная 50 но мы потеряли качество воды да зато текстуры остального стали лучше вот так вот там короче она идет вот сюда вот так а здесь вот так сделаем ее тоньше ой отмена водопад исчез почему-то вот так вот так вот тут будут лужи в конце накидаем ему сюда цветов деревьев о разные по цвету деревья раньше они были одного цвета во и новые елки вот такие тоже круто секвой будут расти вообще этот big food будет жить в шоколаде вот так и еду раз два и мясо отлично охотники из карнивара сайсей знают что big food им нравится мясо big food и все поехали 60 косарей стоят big food и как я могу заработать 60 косарей в этой игре это невозможно только если набрать в меню много денег и с этими многими деньгами играть его есть кирпичная дорога еще вот так вот так а здесь можно еще дороги в небо строить вот так вот почему она не присоединилась вот присоединилась в режиме человека игра лагает странно вот мы можем ходить среди листвы деревьев кстати она проработанная видите тут шишки всякие а вон и big food и ходит на двух ногах давай приближай как медленно приближает камера блин он перестал ходить на двух ногах вон он побежал куда-то где он он сел он бежал пока я не видел вот я его помыл он стал другого цвета вот заглядывает в небо у них кстати как у слонов есть вот такие вот штуки они на них могут рисовать прикиньте какие-то здесь короче в игре очень много всего очень маленький очень много маленьких деталей как он в срато ходит ладно на этом все мы посмотрели зу тайкун я вспомнил как играть все я и опознал мир и теперь мы можем построить всякие штуки уже в следующий раз в варианте где у нас будут ограниченные деньги всякие задания и прочее а пока что это выглядит вот так зу тайкун 2 почему бы нет всем спасибо за просмотр если вам понравилось прокомментируйте что вам понравилось подпишитесь на канал если вы не подписаны что там еще у меня еще есть пусть и еще я делаю арты вы можете заказать арты и прочую фигню еще у нас есть группа в к там всякие посты рисунки прочее в общем всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео